Телезрители, сегодня мы начинаем телекурс, который посвящен занимательной гемологии и геологии. А второй телекурс, который будет вслед за этим телекурсом, будет посвящен драгоценным минералам. И вот в течение этих двух телекурсов вы познакомитесь с одной стороны, с основами геологии, узнаете, например, какие вулканы наиболее опасны и почему, узнаете, из чего состоит земная кора, а также, конечно, основная тема этих двух курсов – это минералы. Вот как раз здесь перед нами расположены разные минералы. Так вот, мы с вами выясним, какие минералы причисляют к драгоценным и какие существуют критерии. А также мы с вами выясним классификацию драгоценных камней. Оказывается, есть и существует множество самых разных классификаций. И, естественно, познакомимся с некоторыми уникальными минералами. А также узнаем, как отличить натуральный камень от синтетического и сколько могут стоить самые дорогие самоцветы. Ну а сейчас давайте поговорим о геологии. В течение многих лет опыт, накопленный при поиске руд, выплывке металлов, наблюдениями за извержениями вулканов, землетрясениями и ледниками, способствовали становлению науки о земле – геологии. Начиная с XVIII века геология активно развивается в тесной связи с развитием, естественно, других, естественно, научных дисциплин. Главный объект изучения геологии – большинство авторов считают, что это земная кора, наружная каменная оболочка планеты. Развитие геологии происходило в самых разных направлениях. С одной стороны, изучался состав минералов и горных пород, геологические процессы, которые происходили на поверхности Земли. И таким образом геология стала представлять собой разветвленную систему наук. Возникают и новые науки. Еще в глубокой древности для получения металлов необходимо было уметь распознавать различные камни, изучать и систематизировать их свойства. И вот таким образом зародилась минералогия – наука о природных химических соединениях, минералах. Ну, это, пожалуй, одна из самых интересных наук. Минералогия изучает происхождение, свойства и изменения минералов под влиянием различных факторов. В итоге минералы, вот некоторые у нас опять-таки представлены здесь, да, например, мы видим аметист сиреневого цвета, да, так вот, встречаются в виде хорошо образованных кристаллов, да, например, тот же самый топаз или цитрин, здесь мы также видим. Ну, и также мне хотелось, конечно, сказать, что вот здесь у нас представлены некоторые камни, которые являются символами в том числе и нашей страны. Вот вы здесь видите картины, две картины, одна из них из махового агата, это она белого цвета, а другая, рядом сиреневый цвет, да, камень, это чироид, камень, который встречается только в нашей стране. Ну, а теперь поговорим о других дисциплинах. Кристаллография. В переводе с греческого «кристаллос» означает лед. Это наука, предметом изучения которой является геометрия внешних форм и внутреннее строение кристаллов. Открытие рентгеновских лучей было использовано для выяснения закономерностей расположения атомов в кристаллическом веществе. И полученные данные способствовали формированию нового научного направления – кристалла химии. Ну, а изучением горных пород занимается петрография. Давайте попробуем перевести с греческого это слово. Петро в переводе с греческого означает «скала» – «камень», а графа – «пишу» – «описываю». Геология, конечно же, тесно связана с физикой и химией, на основании достижения которых создавались новые приборы и разрабатывались специальные методы исследования. Ну и сейчас, для выяснения, например, состава и строения минералов, а это далеко не простая задача, а также руд и горных пород, закономерностей их образования, используются новейшие достижения самых разных естественно-научных дисциплин и техники. Широко используются методы химического, спектроскопического, рентгеноструктурного, термического, флюоресцентного, кристаллооптического анализов. Простое описание свойств минералов и установление их химического состава уже к концу XIX века в принципе не отвечало общему требованию науки. Нужно было выяснить процессы и условия генезиса. Давайте попробуем перевести это сложное греческое слово. Оно назначает происхождение, образование минералов. Благодаря постепенно накапливающимся новым фактам, описательная минералогия уступает место генетическое. И вот успехи в области этой минералогии создали основания для возникновения еще одной науки, тоже достаточно непростой, геохимии, основоположником которой были выдающиеся ученые XX века. Это знаменитый философ, эколог, географ Вернацкий, биолог тоже можно сказать, и Гольдшмидт, ученый из Норвегии. Ну а затем дальнейшее развитие геохимии было внесено крупным русским минералогом и геохимиком Ферсманом. И вот эта наука изучает историю химических элементов, закономерности их миграции и распределения в земной коре, да и на планете в целом. Ну а сейчас давайте попробуем ответить на вопрос, что же такое гемология. В переводе с латинского гема означает драгоценный камень, то есть это как раз наука, изучающая драгоценные камни, которые как раз перед нами здесь и представлены. Очень долго, многие столетия считалось, что драгоценными камнями наряду с другими минералами занимается минералогия. Ну и действительно это было в течение достаточно продолжительного времени, пока не возникла ситуация, которая поставила перед специалистами, например, которые изучают драгоценные камни, целый комплекс очень сложных задач, которые не были свойственны минералогии. Ну вот как раз у нас здесь тоже посвящено несколько картинок драгоценным минералам. Все это происходило на рубеже 19-20 веков, и тогда на стыке минералогии и ювелирного тела начала складываться новая наука, гемология, которая постепенно стала самостоятельной дисциплиной и сейчас достаточно активно использует достижения минералогии в области изучения драгоценных камней. И хотя сейчас можно сказать, что эта наука немножко обособилась от минералогии, тем не менее, конечно же, она опирается на эту дисциплину. Ну а если говорить об отличиях, чем отличается гемология от минералогии, то это отличие состоит не только в изучаемых объектах, но и в задачах, которые подлежат решению, и в методах исследования, и, конечно же, очень существенное отличие в аппаратурном оформлении. Ну, конечно, нужно сначала узнать, какие особые свойства делают минералы драгоценными камнями. Ведь именно минералы с древних времен и до наших дней составляют основной фонд драгоценных камней. Хотя сейчас, последняя тенденция, происходит определенное вытеснение в массовых ювелирных изделиях искусственно полученных аналогов природных минералов и синтетические кристаллы веществ, которые не встречаются в земной коре. Поэтому одну из программ мы обязательно посвятим определению драгоценным камням, классификации драгоценных камней. Ну и сейчас мне хотелось бы еще также отметить, что большую роль в геологических дисциплинах играют науки, которые изучают строение земной коры и протекающие в них процессы. Ну вот в качестве примера можно что сказать. Например, вулканология – это наука, которая изучает извержения вулканов, их строение и состав продуктов вулканических извержений. Сейсмология. Попробуем перевести это греческое слово. Оно означает землетрясение. Это наука, которая изучает землетрясения и причины, их вызывающие. А также можно выделить еще такую науку, как геофизика, которая изучает, изучающая с использованием различных физических методов строения глубинных частей земных недр. Например, геотектоника в переводе с греческого «тектоник» означает «строительное искусство». Это наука о закономерностях строения и движения земной коры и их порождающих процессах, происходящих в подкорковых глубинах земли. С геотектоникой неразрывно связана структурная геология, которая изучает геологические структуры, образуемые горными породами, и региональная геология, обобщающая и уточняющая данные о строении отдельных регионов. Благодаря ряду геологических дисциплин мы также имеем обоснованную хронологию главных событий геологической истории нашей планеты. Ну, например, стратеграфия в переводе с греческого означает «слой». Это наука, которая изучает последовательность залегания слоев горных пород и устанавливает их относительный возраст. Палеонтология – очень интересная дисциплина. В переводе с греческого означает «древний» – это первая часть, а вторая часть – существующие. Это науки, которые как бы находятся на границе нескольких дисциплин, а именно биологии и геологии. Она изучает оканемелые остатки древних животных и растений, по которым затем воссоздается история развития органического мира и вместе с тем устанавливается относительный возраст отложений, содержащих остатки определенных организмов. Геохронология – наука, которая изучает с помощью точных физических и геохимических методов абсолютный возраст разных геологических объектов. Ну и, безусловно, геология, как и ряд других дисциплин, имеет приокладные науки. Например, геология нефти и газа, геология угля, инженерная геология – наука, которая чрезвычайно популярна. Она изучает горные породы в качестве основания, например, при строительстве гражданских и промышленных сооружений, при прокладке железных дорог и автодорог, магистральных трубопроводов и других разных гидротехнических объектов. Ну а теперь давайте поговорим об одном из самых, пожалуй, интересных предметов, объектов изучения геологии – о строении нашей планеты. Безусловно, когда говорят о строении Земли, то до сих пор есть множество невыистинных фактов. Ну а наша Земля, она состоит из земной коры, мантии и ядра. Ну слово «литосфера», я думаю, вы помните из-за колокии. В переводе с греческого означает «камень» и «сфера» – «шар». Это верхняя твердая оболочка нашей планеты, которая включает земную кору и верхнюю часть мантии. Мощность литосферы в среднем составляет от 70 до 250 километров. Земная кора является верхней частью литосферы, и она не везде имеет одинаковую толщину. Ну и в соответствии с логическими исследованиями, земная кора имеет неодинаковую мощность и строение на материках и под океанами. Поэтому, естественно, выделяют различные типы земной коры. Ну, в принципе, можно выделить два основных типа. Это материковый и океанический. Под океанами нижняя граница земной коры уходит на глубину 5-10 километров, а под равнинами на 35-45 километров, а под горными массивами до 70 километров. Ну, если говорить о материковой коре или континентальной, ее максимальная мощность около 75 километров. И она установлена под Гималаями и Андами. В обобщенном виде земная кора, она как бы состоит из трех слоев. Ну, можно выделить, например, осадочный слой, который имеет мощность от 0 до 15 километров и имеет сравнительно рыхлое сложение. Ниже залегает слой, который называется, вот хочу обратить внимание именно на этот слой, гранитно-гнейсовый, который имеет плотность пород где-то 2,5-2,7 грамм на сантиметр. Наибольшая мощность этого слоя отмечается под молодыми корами. Здесь она может достигать даже 50 километров. Ну, а в пределах равнинных участков материков она падает до 10-15 километров. И, наконец, под гранитно-гнейсовым слоем залегает базальтовый слой. Мощность базальтового слоя в пределах горных систем, ну, где-то колеблется 10-15 километров, а в пределах выровненных участков материков 25-30 километров. Мощность коры океанического типа значительно меньше материкового. На большей части площади дна океана толщина коры составляет всего лишь... толщина ее равна 6-7 километров. Ну, отличается океаническая кора, естественно, и своим строением. Под осадочным слоем мощностью несколько сот метров залегает базальтовый слой, который имеет всего лишь толщину 1-3 километра. И он как раз образован в основном продуктами подводных извержений вулканов. Нижний слой океанической коры имеет мощность 3-5 километров. В чем же отличие океанической коры от континентальной? Ну, с одной стороны, конечно, вы уже сами обратили внимание, что это резкое сокращение мощности. Но также еще и отсутствие гранитно-гнейсового слоя. Ну, а в переходной зоне от материка к океану развита кора промежуточного строения. По строению, мощности, плотности пород и скорости распространения упругих волн кора переходных областей занимает промежуточное положение. Учитывая то, что радиус земного шара равен 6371 километр, земная кора представляет собой тонкую пленку, как бы на самой поверхности планеты, составляющая менее 1% от ее общей массы и примерно около 1,5% от объема. Ну, и если говорить о том, что является основой земной коры, ну, мы об этом еще поговорим. Это в основном кислород, кремний, алюминий, кальций, железо, магний, калий и натрий. А вот все остальные элементы, на них приходится менее 2%. Ну, и можно выделить титан, углерод, водород, марганец и серу. Слои земной коры состоят из горных пород и минералов. Природные химические соединения или самородные элементы, которые возникают в результате сложных физико-химических процессов, возникающих в земной коре или на ее поверхности, называются минералами. Вот мы как раз с вами и дали определение, что же такое минерал. Можно вновь обратиться к нашим минералам, которые тоже, правда, что они являются здесь представлены и драгоценные, и полудрагоценные минералы, и так называемые минералоиды. Они однородны по химическому составу, по физическим свойствам и образуются в результате физико-химических процессов в глубинах и на поверхности литосферы. Минералы являются составной частью горных пород. Вот и главное отличие их от горных пород. Земли, так и некоторых других планет. Руд, метеоритов. Ну, если говорить о представлении о том, что все-таки следует понимать под названием минерал, то эти представления неоднократно менялись с годами, развиваясь и углубляясь по мере совершенствования методов исследования минеральных веществ. Ну, и, естественно, в тесной связи с этим теоретических основ науки о минералах, минералогии. Особенно резкие изменения во взглядах на минералы произошли в последнюю четверть XX века. А чего же происходит сам термин минерал? Оказывается, термин минерал происходит от среднелатинского слова «минера», что означает «кусок руды», то есть камень, из которого получают металл. И, естественно, возникновение его теряется вдали веков. Кто, когда, где, при каких обстоятельствах придумал слово «минерал» неизвестно. Хотя есть ряд теорий. Наиболее вероятно, что это слово родилось в позднем Средневековье или на заре эпохи Возрождения. Некоторые считают, что, возможно, это произошло в Саксонии, а может быть, в Богемии. Именно там, в Рудных горах, издревле велась добыча олова, свинца, серебра и ряда других металлов. А латинский язык долгое время являлся международным языком науки, вплоть до XVIII-XIX веков. И вот в русский язык слово «минерал», как и многие другие иностранные слова, вошло со времен Петра I. Существует и другая версия, согласно которой слово «минерал» производится от латинского слова «мина», что означает подземный ход, штольня. И, возможно, русское слово «руда», которое появилось в Средние века, является производным от старинного славянского слова «рудой» или «рудой», означающего «рыжий», «рыжебурый», «темно» или «жарко-красный» цвет. А в такие цвета окрашены многие болотные руды Карелии, из которых впервые на Руси стали выплавлять железо. Ну, а в ряде западнославянских языков слово «руда» означает «кровь». Ну, это можно понимать как глубинный смысл горнятского термина «руда», как «кровь горных жил». На протяжении многих сотен лет минералы часто даже не отличали от горных пород. И впервые попытался разграничить минералы и горные породы, но это была попытка, так называемый отец немецкой геологии Вернер. Действительно, отделение минералов от горных пород происходит в середине XIX века. Именно тогда в недрах минералогии зародилась и затем обособилась от нее самостоятельная наука о горных породах, петрографии. Разграничение горных пород и минералов базировалось на четком критерии. Ну, в первую очередь, это, конечно же, внутренняя неоднородность. Это слово называется гетерогенность минералов. И однородность, соответственно, вторых. Все горные породы у нас состоят из минералов. Причем в редких случаях в их составе резко преобладает вот какой-то один минерал. И так получается, что у нас горная порода – это совокупность минералов, более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре. Ну, для горных пород тоже существует своя классификация. По происхождению горные породы можно разделить на три группы. Ну и, в частности, выделяют следующие группы – магматические, метаморфические и осадочные породы. Ну вот, например, магматические и метаморфические горные породы, они слагают большую часть объема земной коры – 90%. А остальные 10% приходятся на долю осадочных, которые занимают 75% земной поверхности. Магматические горные породы, они образуются в результате застывания магмы, поднимающейся из сильно разогретых глубин земли. В случае, когда магма медленно остывает, на большой глубине образуются интрузивные, ну или, по более простому, глубинные горные породы, имеющие кристаллическую структуру. Например, гранит или очень эффектный камень – селенид. Очень эффектная порода – селенид, прошу прощения. При быстром остывании магмы, излившемся на поверхность, образуются эффузивные, или излившиеся, в переводе означает это слово, горные породы. Например, базальт. Ну а вот осадочные горные породы, в отличие от магматических, образуются только на поверхности земли и формируются под воздействием внешних сил. Ну и по происхождению выделяют неорганические, например, песок, глина и органические осадочные породы. Органические породы, они образуются в результате накопления останков животных и растений. И это обычно происходит на дне океанов, морей и озер. Именно часто таким образом также и образовывались горючие полезные ископаемые. А вот метаморфические горные породы, они образуются из ранее существовавших пород под воздействием факторов метаморфизма. Ну что же это такие за факторы? Представим высокие температуры, давление, действия газов. Ну и пример такой породы это мрамор. Ну а большинство минералов представляют собой кристаллические тела. И лишь немногие из них аморфны. В переводе с греческого слова аморфны означает бесформенные. Кристаллическое строение минералов выражено в их геометрически правильной многогранной форме кристаллов. Ну вот как раз у нас здесь есть, можно вновь вернуться к нашим минералам. Здесь вы и видите их кристаллические формы кристаллов, которые могут иметь правильную кубическую форму шестигранных и восьмигранных призм. По происхождению минералы можно подразделить на две крупные группы. С одной стороны это эндогенные, что в переводе с греческого означает «внутри». Минералы, которые образовались внутри земной кары. И верхней мантии, которую мы здесь на картинке можем увидеть уже теперь на слайде. И минералы, вторая часть группы, которые образуются экзогенные внутри снаружи верхней части земной кары и на ее поверхности. Сколько же сейчас существует минералов? Две с половиной тысячи. Ну это можно, конечно, сказать приблизительно, потому что открывают и новые минералы. Но только 50 из них имеют значение в образовании горных пород, которые составляют земную кору. И вот такие минералы называют породообразующими минералами. Остальные минералы горных пород встречаются в виде незначительных примесей. И они, конечно, играют меньшую роль. Недра Земли. Ее внутреннее строение исследуется путем сравнения скоростей распространения в ней сейсмических волн. Ну, например, на глубине около 54 километров существует резкая граница, где скорость сейсмических волн увеличивается скачкообразно. И вот эта граница получила название границы Махоровичича. Эта граница отделяет поверхностный слой Земли, земную кору. Да, ниже располагается мантия, да, вот что мы как раз опять-таки можем видеть на нашей картинке, которая простирается до следующей важной границы раздела Гутенберга. Ну, к этому мы еще с вами вернемся. А давайте теперь более подробно поговорим, что же такое мантия Земли. Мантия Земли – это самая мощная из геосфер Земли. Под земной корой ближе к центру Земли располагается слой толщиной почти 3000 километров. Именно это и есть мантия. Она занимает более 82% объема планеты. И здесь сосредоточено 2 трети, если говорить более точно, 67,8 массы Земли. Мантия, если говорить о, располагается 150-200 километров под континентами и 50-100 километров под океанами. И там находится слой повышенной пластичности вещества. Именно так называют астеносферу. Ученые предполагают, что мантия состоит из магния, железа и кремния. И там достаточно высокая температура, фактически космические условия. Температура до 2000 градусов. Ну и установлено, что температура горных пород с глубиной возрастает в среднем на 1 градус на каждые 33 метра вглубь Земли. Увеличение температуры происходит главным образом за счет распада радиоактивных элементов, которые входят в состав земного ядра. С глубиной плотность вещества мантии в целом возрастает с 3,32 до 5,69 грамм на сантиметр в кубе. Хотя это происходит неравномерно. И при контакте с земной корой вещество мантии находится в твердом состоянии. Поэтому земную кору вместе с самой верхней частью мантии называют литосферой. Но вот если говорить об агрегатном состоянии вещества мантии ниже литосферы, то она, к сожалению, изучена недостаточно. И поэтому существует множество самых разных теорий. Ну, например, считается, что температура мантии на глубине 100 километров составляет 1100-1500 градусов Цельсия, а в глубоких частях значительно выше. А давление на глубине 100 километров оценивается уже в 30 тысяч атмосфер, а на глубине 1000 километров уже значительно выше. Несмотря на высокую температуру, согласно распространению сейсмических волн, именно с помощью них мы изучаем мантию, вещество мантии в основном твердое. Колоссальное давление, высокая температура, космические фактические условия делают невозможным обычно кристаллическое состояние. Поэтому, наверное, вещество мантии находится в особом высокоплотном состоянии, которое на поверхности Земли просто-напросто невозможно. Ну, а уменьшение давления или, например, некоторое повышение температуры могут вызвать быстрый переход вещества уже в состоянии расплава. Ну вот, опять-таки, если мы говорим о мантии, то ее можно подразделить на верхнюю, так называемый слой В, простирающийся до глубины 400 километров, промежуточную, слой С – 400 от 1000 километров, и, наконец, нижний слой Д – от 1000 до 2900 километров. Ну, слой С именуют слоем Голицына в честь ученого Голицына, который установил этот слой, Ну, а слоем В, слоем Гутенберга, мы уже встречались. Это в честь ученого, немецкого ученого Гутенберга. В верхней мантии, то есть в слое В, имеется зона, в которой скорость поперечных сейсмических волн начинает существенно уменьшаться. И вот вещество в пределах именно этой зоны частично находится в жидком, расплавленном состоянии. Зона пониженной скорости распространения поперечных сейсмических волн предполагает, что жидкая фаза составляет до 10%, что отражается на более пластичном состоянии вещества по сравнению с выше или ниже расположенными слоями мантии. Ну и вот относительно пластичный слой пониженных скоростей сейсмических волн получил название астаносферы, то есть как раз о том, о чем мы говорили. И вот эта мощность ослабленной зоны, она составляет 200-300 километров. И она расположена на глубине примерно 100-200 километров. Но, тем не менее, происходят определенные изменения. Например, в центральных частях океана астаносфера располагается выше. А, например, под устойчивыми участками материков она начинает опускаться значительно глубже. Сама астаносфера имеет весьма важное значение для развития глобальных эндогенно-геологических процессов. Всего лишь малейшее нарушение термодинамического равновесия может способствовать образованию огромных масс расплавленного вещества, так называемых астенолитов, которые поднимаются вверх, способствуя перемещению отдельных блоков литосферы по поверхности нашей планеты. А в последнее время внимание ученых в самой мантии привлекает зона, которая расположена на глубине 670 километров. И вот определенные данные позволяют предполагать, что эта зона намечает как бы нижнюю границу конвективного теплообмена, который связывает верхнюю мантию, то есть слой В, и верхнюю часть промежуточного слоя с литосферой. В пределах мантии скорость сейсмических волн в целом возрастает, в первую очередь в радиальном направлении. Ну, в частности, например, от 8,1 километров в секунду на границе земной коры с мантией до 13,6 километров в секунду в нижней мантии. Ну, а на глубине уже достаточно существенной, например, около 2900 километров, скорость продольных сейсмических волн начинает резко уменьшаться, а поперечные волны глубже вообще не распространяются. Вот как раз здесь и есть граница между мантией и ядром Земли. Ну, в следующий раз мы с вами продолжим разговор о земной коре, а сейчас мне хотелось бы прерваться и поговорить о минералах в нашей рубрике «Вместе с Ольгой Гладковой». Загадочные камни. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Сегодня поговорим о сапфирах. Сапфир – необычайно красивый самоцвет. Сапфир – алюминий 2О3, разновидность ювелирного корунда. Процитируем российского академика Ферсмана. Густосиние, с бархатистым оттенком, кашмирские. Ярко-синие, сверкающие ослепительным собственным огнем – сиамские Таиланд. Ярко-васильковые, с фиолетовым оттенком – цейлонские. Очень темные, почти черные, при искусственном освещении – австралийские. На Руси долгое время называли его Яхонт Лазаревый. Правда, сюда часто относили и все другие синие камни, в том числе и лазурит. А сапфир всегда синий? Нет. Сапфиром называют корунды самых различных цветов, кроме красного рубина, желто-оранжевого, бесцветного. Его цвет принято оговаривать специально, например, зеленый или желтый сапфир. Если нет прилагательного, речь однозначно идет о синем и голубом самоцвете. Очень необычны звездчатые сапфиры, отполированные кабошоном, без граней, в виде сферы. Четко видна сияющая светлая звездочка с тремя, шестью или двенадцатью лучами. При повороте камня она перемещается. Сапфир играет. Это явление связано с вростками игольчатого титанового минерала рутина. Но звезды считаются характерны для родственника сапфира, рубина? Да. Самая крупная из известных рубиновых астерий – Раджа-Радхна, Индия, в виде кабошона, с живой звездой из шести лучей, имеет вес 2475 каратов. Встречаются и двойные астерии с двенадцатилучевой звездой. Шелковистый блеск, астеризм в рубине и сапфире могут быть усилены при соответствующем нагревании, закалке. Спасибо, Ольга Викторовна. Всего доброго. Итак, мы с вами узнали много нового. А в следующий раз мы с вами продолжим говорить о земной коре. Как раз вот эта тема, она также является еще объектом изучения такой науки, как геоэкология. Ну, некоторые, например, считают эту науку, геологи, например, считают, что эта наука связана именно, имеет большой упор в геологии. А географы, например, расшифровывают ее как географическая экология. А также мы с вами в рамках раздела «Занимательная геология» в следующих программах поговорим о землетрясениях. Узнаем, какие были самые сильные землетрясения, какие они вызывают разрушения. А чуть позже мы поговорим также о ледниках и вулканах. И все это будет в наших следующих передачах. Ну, а во второй части телекурса мы с вами уже более детально поговорим о минералах. Мы с вами узнаем, что минералы можно классифицировать по-разному. Например, с одной стороны, конечно же, это, безусловно, по химическим свойствам, да, то есть по тому, из чего состоят минералы. Вот, с другой стороны, это, конечно, если мы будем рассматривать субъект с помощью гемологии, то, безусловно, это уже деление на драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни. Хотя и здесь есть ряд подводных камней. Например, с точки зрения гемологии термин «полудрагоценные камни» неверный. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания.